...в области лесоводства, а именно противопожарные мероприятия, производство лесов, заготовка и переработка для лесов. Ну и ежегодно автодомному учреждению доводится государственное задание, в котором указаны 7 мероприятий, которые мы должны выполнить. На сегодняшний день численность работающих составляет 74 человека. Из них это 23 работника составляют пожарно-химические останки 3 типа, которые задействуют на свечении лесных пожаров, на противопожарные мероприятия и на лесохозяйственной работе. То есть посадка леса, уход за лесными культурами, дополнение лесных культур, содействие естественного вознаграждения, подготовка почвы для посадки лесных культур, строительство противопожарных дорог, устройство, минерализация дорог и уход за минерализацией дизлеров, два участка лесозаготовок, которые занимаются заготовкой древесины и лесоцепт переработки. Ну вот заведенный объем заготовки древесины по госзаданию на сегодняшний день, в 2019 год, это составляет 27 тысяч километров. Ну и ежегодно этот объем все-таки у нас меняется. В этом году 27 тысяч, в том году был меньше, но на следующий год перспектива у нас, конечно, намного меньше, потому что по санитарным рубкам уже имеются вопросы. Ну непосредственно большее количество рубок по возможности мы осуществляем своими силами, часть по договорам подряд, зачастую это те лесосеки, которые находятся в труднодоступных и обширенных местах. Для разработки, которые нужно построить дороги, мосты, а средства для данных и предприятий нам не выделять. И также нехватка этой техники. Техника у нас в основном вся в 80-х годах. На 2019 год доведен нам план по посадке лесных культур на 290 километров. Это самый большой объем по сравнению с изобретением на 3-х годов. Если хранить, допустим, шара, мы ушла 160 километров, а у нас 290 километров. То есть лесом не садим здесь больше, чем тут. В нашем учреждении также имеется питомник верточных участков для обращения, даже если нет. Собственно, с леса мы должны доработать в тренинге. А это только за счет заготовки и переработки леса. В настоящее время стал вопрос, где производить обход на частичном фото. Подручки ухода. Так на русский и протокол. Если выражаться коротким языком, мы рубим больной лест. Я прошу вас, уважаемые депутаты, рассмотреть вопрос по выдаче разрешения на строительство жилых домов. Это то есть про 100 кубов идет речь. Деловая адреса диверсима на эти цели заготавливается неизвестно кем. Осуществляется сплошными русскими. Лесничество, исходя из их численностей, сейчас численность намного уменьшилась. Если сравнивать ее в те прошлые годы, то лесников очень много, ну намного было личного состава больше. И они просто физически не успевают смотреть и контролировать данную работу. В настоящее время ограничили в нас данный момент этого разработки для соседей на территории Шорской общины. Это уже прошло 6 месяцев, мы то есть терпим убытки, тем самым на данный момент у нас по налогам идут налоги. Налоги мы не платим и счета на данный момент у ортономного учреждения арестованы в апреле месяца. Ну и в каждый месяц, там эта сумма конечно увеличится. Хочу пояснить по поводу саженцев, которые уже неоднократно ввели речь, которые были обнаружены в лесу, где в действительности там обнаружена небольшая часть саженцев на территории арендаторов. Но арендаторы за свой счет у нас всегда приобретают саженцы за запасом и не исключено, что часть саженцев осталась от посадки и их прикопали. Что касается посадок лесных культур, после каждой посадки, каждый квартовый выдел комиссионно проверяется лесничество. Составляется акт и контролируется Министерством природной и шлифовской экологии Республики Показа. Соответственно, никто саженцы уничтожать просто так, я думаю, не будут. Скорее всего, эти саженцы каждый, я думаю, предприниматель лучше перепродаст кому-то. Тем более сейчас саженцы у нас не только и в республике, это и везде дефицит. Ну и с вашего разрешения, уважаемые депутаты, я хочу воспользоваться случаем. Прошу от депутатского корпуса получить вашу поддержку в автономном учреждении по решению вопроса о непрекращении заготовки древесины. Ни в коем случае, так как на выполнение всех работ по государственному заданию нам выделяется около где-то всей суммы 10% только от затраченных средств. То есть, приведут примеры, составляют все затраты наши где-то на год где-то 42 миллиона рублей. А кинфонсируется только из федерального решения только 7-8 миллионов. Соответственно, основную часть средств на выполнение государственного задания мы должны заработать сами. А это только заготовка и переработка древесины. Если мы допустим, я думаю, закрытие предприятия, то будет тушить у нас все-таки лесные пожары и выполнять все лесохозяйственные работы. И это еще тоже нельзя забывать, все-таки это 74 человека. Это работники. У каждого работника свои семьи. Я прошу вас всех здесь присутящих обратить на это создание. Спасибо за внимание. Уважаемые депутаты, есть ли вопросы? Можете? Да. Вы знаете, мы вместе ездили, смотрели, характери и так далее. Почему-то сегодня я шепчусь на встречалась, я не мыл оку. И там они сказали, характер полностью почистил грудь и передать. Это правда? Когда Сорокин там был, мы ездили, нас смотрел, и врач не пробовал. А сейчас оказывается там уничтожное. А работал там Педовским. И вот у меня такое отношение, почему я, что у нас претензии пошли, а Педовским нет. Он враче лежит, потому что там даже сфотографировали пистолет. Я отвечу на этот вопрос. Вот все данные руки, которые проводятся, там кедр, пиктал, все выборочно-санитарные руки, не так просто мы захотели и их отверли. Заранее это отводится лесосеке. Делается заявка на лесопатологическое обследование. После этого лесопатологи, которые только дают разрешение, и то это разрешение выставляется в базу, там в течение месяца-двух, оно вести в пакетах. Если нет вопросов, то тогда министерство только нам включает задание по этим вырубкам. После этого дается только купли-продажи, что есть договора с собаками, и тогда мы только приступаем к вырубкам. А то, что там вырубить, ну, не может такое оборудование. По-британско-санитарные руки. У нас, тем более, вырубки санитарные руки. Александр Николаевич, Ваш вопрос. Добрый день, уважаемые коллеги. Алексей Григорьевич, вот здесь я на Ваш сайт зашел, да? И вот вы производите 20 видов продуктов, я заметил, да? А базинская для ссель всего 9, и у меня такое ощущение, что вы занимаетесь чистой заготовкой древесины на продажу. Ну, я думаю, это наоборот хорошо, а базинская для ссель всего 9, и у меня 20 продуктов. Поэтому у меня пока налог, извините, в магазине уже 15 миллионов долгов, да? По всем налогам. А у меня пока еще тоже решается вопрос. Я думаю, наоборот, это плюс нашему предприятию. Неизготавливаемый, первое прорабатывание, он очень хорошо работает. И с этого, с этим и второго вопроса, значит, вы тогда, вот, те работы, которые, выбороченные руки, руки, уходные, получается, вы деловую перевести на там рубители, а сухостой остается, что ли? Да никак не. В первую очередь, когда заходят бригады, в первую очередь убирают сухостой. Я думаю, не даром здесь и как упор делать, что мы, если русский мезовикон называли, то есть вырубая дырной лес. То есть от 12 до 20 мы и не можем найти уже под себя лесосейку. Деловой лес, который хороший, вырубается вот по 100 кубан. Я иду, что вывел, чтобы вас призывает к этому все-таки нанести порядок по 100 кубан. Вот где сплошные миллионы, и все вырубается. И никто не контроль не осуществляет. Какой-то механизм нужно на разработку. Есть же механизмы, да, мы предлагали, Сергей Николаевич, когда здесь работал, сейчас министром у нас работают. Какой-то механизм придумать, как в других регионах, субъектах. Что этим занимается только специализированное предприятие, а не как неизвестно, кто у нас занимается. Вот в общем, я вот просто вас призываю. Если ты уже работаешь на Таштыке, да, Рикан, Милеев, потом Абакарный, кто у нас, Милеев. Они охранную зону не принесутся, люди об этом говорят. Почему охранную зону, кто должен проверять тогда? Василий, это не мои. Но кто должен проверять? Полистичный надо было все равно, мы в основе конторит, нам надо же вопрос решать. Ну, буквально, я вас перейду. На Союзе-Старейшен, Сайногорские люди выступали, сказали, вы наш Абакарный переходит сейчас за сброд вот так. Никогда такого не было, я, да? Анастасия, запланированы проверки я давал. Мы сегодня буквально поехали к Делью по проверке. Я передам вам вопрос. Еще есть вопросы? Пожалуйста. У меня нет вопроса. Когда было интервью «Россия-24», то Ольга Ильясова сказала, что мы приобрели, мы купили вот этот сажер, как его, для лесопатологическую экспертизу. Там поправилось. Кого? Это собранилось ничего. Это посвесит. Мы там поправились сразу. Это же именно на все. Мы, кстати, не сказываемся. У меня вопрос. Почему лесопатологическую экспертизу заказывают экспертизу? Лесопатологическую экспертизу. Когда была видеоконференция, этот вопрос задали на всю Россию. Почему лесопатологическую экспертизу заказывают лесорубу ни в Таштыпе, ни в Абазе, ни в Абакане, а в Красноярске? Вот вопрос. Потом был задан вопрос. Чем регулируется взаимоотношение между лесопатологами и лесорубами? Ответ был такой. На основании чего они работают? На основании устной договоренности. По этой части был запрос в прокуратуру. Значит, ответа не было. А этот вопрос задал заместитель министра лесного хозяйства России, лесопатологам Красноярского края. Они ответили на основании устной договоренности. Вопрос. Если это на основании устной договоренности, если это так на самом деле, то, наверное, все-таки какой-то должен быть договор. Если под госзаказ в прошлом году 15 тысяч кубометров, а в этом году 27 тысяч кубометров, то меня интересует, первое, что под этот госзаказ даются же деньги, верно ли? Это же на самом деле санитарные рубки, выборочная рубка, точечная рубка. По крайней мере, если мы на самом деле делаем санитарные рубки, то куда этот лес, он нужен-то? Для чего эти санитарные рубки вырубили? Зачем он китайцам тогда? Они его жизнь, они его на обдопушечный выстрел были. Там идет хороший лес, хорошая древесина. Я знаком с этой древесиной. Я говорю, дайте мне, пожалуйста, какую-то анкамлевку или еще, чтобы мы ее перерабатываем. Проблема в этом плане. Потом, меня интересует вопрос. Если вы распределяете сегодня госзаказ между субподрядчиками, которых вы нанимаете, то почему это происходит без конкурса? То есть получается, я вам дал, к этому дал, к этому не дал, кому хочу, к этому дал. Надо конкурс объявлять. Если я, допустим, беру в аренду у Булаки на помещение, и у меня есть там свободная комната, то я не могу ее отдать кому-то в субподрядчик. Я должен провести конкурс. А там цена вопроса 500-600 рублей и все. А здесь цена вопроса десятки и сотки миллионов рублей. Поэтому вот это добро, которое сегодня мы этим добром владеем, а мы монополисты по Хакасии, на третьей республике, Хакасии по площади. Я думаю, что это наше достояние. И правильно люди говорят шепотом, но говорят, что здесь коррупция, здесь идет теневое распределение денежных средств и так далее. А мы, как депутаты, как члены комиссии, нам поручено, мы этим делом занимаемся настоящим образом, добросовестно. И когда нас затыкают, ты там сиди, молчи, не говори там и так далее. Я думаю, что мы вправе этот вопрос поднимать. И депутаты вправе этот вопрос как бы на контроле держать. Охотники ко мне обращаются. Тот же Ситкин Сергей просил не рубить. Сейчас, говорит, всю мою территорию охотничью и так далее вырубили. Да не трогайте в этот кедр. Тысячи кубометров, допустим, на все хозяйственные нужны. По хозяйски вырубить, по хозяйски использовать. Я посчитал, из тысячи кубометров можно сделать продукции, элементарные продукции. Те же самые дверей на 100 миллионов рублей. Вот тебе и занятость, вот тебе и прибыль, вот тебе и хозяйский подход. Да не надо вот этот кедр сегодня трогать. Сосна есть, пихта есть, рубите на здоровье вы ее. Забудьте про кедр, что у нас есть. Выборочный, давайте решим. Коль мы здесь хозяева на этой территории есть. Коль люди об этом против. Коль сегодня мы, слушай, делаем парламентский чат. Ну, в конце концов, давайте совесть поименьем. Можно мне ответить? Александр Ильич, конечно. Уважаемый. Что касается лесопатологии. Никаких там, как вы высказали, что кто рубит тот закат. Никакого такого принципа, механизма такого не было. Во-первых, мы делаем заявку, подаем в министерство. После этого заявка эта отправляется в лесопатологическое, кто проводит лесопатологию. После этого только министерство отправляет их на этот участок. Мы только можем подобрать участок и указать в этой заявке. После этого лесопатология проводится, выносятся все данные на сайт. На сайте оно где-то находится в течение двух месяцев. Я уже говорил, что в докладе это. Дальше. По рубкам ухода. По нарубке ухода никто никогда денег, ничего не выделяется. Только выделяются деньги на противопожарные мероприятия. То есть на устройство дороги, но это не значит, что мы строим дороги, отсыпаем, прогрессуемся. Это чтобы прошла лесопатология тяжелая техника. Вот что. И то на один километр выделяется рублей, это смешные деньги. 12 рублей на один километр. Вы присаживаете, бульдозеру пройти километр. А у вас вопрос второй, я должен ответить. На третий. По договорам подряд. Мы не можем проводить аутбуку салону. И это не договора купли-продажи, а договора подряд. То есть мы реализуем уже сваленный лес. Наши вальчики валят, а потом мы отдаем уже предпринимателям. Вот какой механизм. Просто в этом механизм не может выйти в курсе. То есть Сорокин не вальцам? Нет. Мы нанимаем их вальчиков. А ну и схема, та же самая. Ну почему это так? И дальше. По коррупции я тоже здесь думаю. Все перечисления, все действенные средства только идут безналичными. Дальше. Почему вы думаете только о Ситкине Сергея, одного, что-нибудь там здесь? А почему вы не думаете про предприятие, у которого сейчас на данный момент 74 человека? Я же уже не даром вас призываю к этому. Вы обратите внимание на это. А если закроются предприятия, вот эти 74 человека, куда пойдут работать? Дальше. Не так уж много у нас предприятий в районе уже. Кто-то в районе отъясняет, раздвоем. А что думается о сохранении предприятия у нас? А не о ком-то Ситкине Сергея, который там рыбачит, не рыбачит, он фишку заготавливает, не заготавливает. Дальше. Коснемся той-то и дикий кедрач. Но есть еще и такое мнение, что кедрач может иногда и загореть, и все сгорит. У нас сейчас вот стоит кедрач. Вот в 2012 году был такой парк в Абазе. 12 тысяч кубок стоит. Сейчас он весь свален. И Абаза не знает, а если там загорится, то будет что-то. Вы говорите, я вас выверяю. И теперь он никому не нужен. Никто его не рубит, не ореченщик куда-то. И у нас то же самое будет, если вовремя не сделать рубки. Рубки ухода надо делать, я считаю. Потому что где мы рубки ухода делаем, там лес растет. И я говорил, что посадки мы проводим. Посадки в нашем районе самые большие. Все больше посадок проводят. 290 гектар. Вот представьте себе, 290 гектар. Посравните. Если сравнить с Ширатом. У них намного, в 2 раза меньше посадок проводят, чем у них. Я думаю, где это очень важно. Еще можно вопрос? Смотрите, пожалуйста, в Курсе, кто у нас на территории Абазельского леса, работает Чеченовская область. Под руководством Читар, Москва, там, там, сюда, сюда. И говорят, даже опциона не было. Вчера специально, у нас мастер лес какой-то обахнул, там, командует, как залезет. Ну, почему наши, мы не могли выиграть, что ли? Оказание сказали, постучилось. Анастасия, я надеюсь, что аукцион... Ну, это, вы знаете, компетентные люди говорят, я же... Проводила опцию. Это проводила в Министерстве Кринодательных Республиксов. Нет, аукцион однозначно был. И там участвовали наши. Просто пришли люди передания, они говорят, ну, что... А у них, да, мастеризм, а вам, Александр, правильно говорят. Да, я хочу... И на дополнение, вот, к вашему, тому, что вы сказали, да, 74 человека у вас персонал, да? Вот, госзаказ вы планируете на... спланировали на 2019 год 27,5 тысяч километров, да? Да, значит, значит... Если вы не умеете или не можете освоить вот эти объемы, зачем вы отбиваете вот этот госзаказ и отдаете на сторону вот эти вот подряды, договоры подряды, это первое. А второе, у меня вопрос по кузовскому кусту, где вы работали, да, в 2017 году. Квартал 145. Вы же там еще и не почистите. Уже два года прошло. Хотя бы в прошлый год мне давали слово, что вы почистите. Я начну с заказа, госзадания, да? Я, вы, наверное, можете неплохо, я извиняюсь, я не неплохо услышал. Нам выделяют только федеральным денег 10% от госзадания. Остальное мы должны заработать за счет собственных средств. Я уже указал в докладе, что собственные средства только заготовки или переработки, привезли. Понимаете? Вот поэтому, если что-то мы не спроявляемся сами, также нанимаем договоры подряды. Это наши деньги. Вот на этой мы живем все мы сейчас.